Субтитры создавал DimaTorzok Поляков Денис Анатольевич, специалист по обысканию, компания Сентинел, Альфа-Банк, представляю Ой, голос знакомый, вы, наверное, поменяли, наверное, в другой компании работали Голосок знакомый просто, видимо, я с вами уже беседовал Да, я с вами уже знакомый Да-да-да, я с вами беседовал, по-моему, просто в другой компании По-моему, в Актив Бизнес Коллекшн вы работали, да? Верно? Нет, я там не работал А где работали? Я нигде не работаю, в Сентинеле работаю, все, больше нигде не работаю Ну, значит, видимо, представляетесь по-разному Ну, голос, я очень, у меня серьезная память на голоса, я вас сразу распознал Ну, либо у вас, тут есть, конечно, вариант, да, коллекторская, голосовая вот эта вот, знаете, есть особый, ну, тембр, теннер, бас, соприано А вот в последнее время, я думаю, что нужно уже квалифицировать вот эти регистры голосовые Голос коллектора, мужской и женский, вы одинаково звучите Ну что, я вас слушаю Все-таки голосов перейдем Да, я же вас опередил, я говорю, что же, я вас слушаю Ну, вы наверняка понимаете, да, что мне привычно с коллекторами разговаривать, и у вас шансов отрицательное значение Даже не ноль, а отрицательное значение Знаете, чем отличается ноль от отрицательного значения? Ноль, это если бы я положил трубку Отрицательное значение, будьте готовы к тому, что я буду над вами глумиться То есть, проиграете вы Итак, поехали И я должен заметить Продолжая разговор, вы даете свое согласие на то, что вы конченая мразь Тупой молодой человек, либо не очень молодой, ну и несчастное существо Вот, продолжая разговор, вы даете на это согласие Итак, поехали Вы чувствуете, как минус, минус Объективно Ну, это моя позиция, вы же мне звоните, не я вам Итак, уже ноль кончился, уже минус пошел И вот теперь длина вот этого минусового знака зависит от вас Либо он будет коротенький, вы быстренько положите трубочку, что называется, сольетесь Ну, либо будете себя прибивать с каждым словом к позорному столбу В любом случае, наш разговор уже достаточно продолжительный, чтобы выложить его на ютюбе, на канале компании Алиам Канал Дмитрия Евгеньевича Ну и так далее Да Не, угодим Вот, все, поехали Дату рождения свое назовите, будьте любезны Верифицировать надо Минус начался Не назову, голосу из трубки, ничего личного говорить не буду Ой, сдавайся лучше Минус-то длинный получается Ты же помнишь, с чем согласился-то? Продолжив разговор Я ж тебя за язык-то не тянул Брат лихой Или ты до такой степени уверенный в себе ковбой, что ты никого не боишься и поедешь ко мне на адрес разобраться со мной по мужски Вы слишком много говорите, мне кажется Ну мне-то че не говорить-то? Тебе-то сейчас уже западло говорить, правда? Тебе помолчать бы, да? Слушай, еще должен тебя предупредить, я трубку первую не положу Мне на ваше мнение вообще как-то все равно А не мое мнение, это мне предложили подписчики Мне подписчики предложили, а у меня 20 тысяч С лишним подписчиков сейчас, на данное конкретно, на 22 февраля 20 с лишним подписчиков, они в один голос говорят Вот вы давайте, вот делайте так, им давайте право выбора Либо они чмошники и продолжают разговор Либо они, ну хоть что-то там, задатки есть, какого-нибудь достоинства человеческого Я же вам полностью карты все свои развернул сразу Что мне плевать на вас Что я только и могу, что над вами глумиться И хочу это делать с удовольствием А еще и голосок-то я узнал Субьтесь, это ваша, это ваша культура, да, пожалуйста Не надо констатировать чехи Вы мне скажите лучше А чем это лучше, собственно? Ладно, не буду Не надо, лучше не надо Почему вы не оплачиваете обязательно кто-то своей перед субъедитором? Ты случайно не допускаешь мысли, что с тобой разговаривать мне тоже западло Западло прям разговаривать с чмошником, который причем признал это и за 300 рублей Не разговаривайте, идите в банк Я разберусь, что мне делать Закрывайте свой долг Ты думаешь, в этой жизни все состоит из таких вот движений Сходить в банк, либо разговаривать с тобой Нет Я сегодня буду заниматься совершенно другими делами Первое, что я делаю сегодня с утра Из чего состоит ваша жизнь? Я тебе объяснить пытаюсь Моя жизнь состоит из того, что я сегодня переправлю эту запись разговора Еще через час она появится на ютюбе Я посмотрю комментарии Далее я буду заниматься своими делами, которые мне приносят устойчивый доход Ну и буду... А, кстати говоря, о тебе я даже и не вспомню более Ой-ой-ой Чувак Ты не задумываешь Скажи мне еще Я задаю вопрос вашей вот этой вот масти, вот этой бесполезной Кого ты больше всего ненавидишь? Я часто задаю Себя Свою работу Или людей, которым ты звонишь Или может быть ты работодателя своего больше ненавидишь? Ну кого ты больше всего ненавидишь? Я вам отвечу тогда, когда увижу, что вы свои долги закрыли Давайте Без проблем Да, ты не воневаешь Это никаким образом не соприкасается На все ваши вопросы Ты представляешь, какой минус ты себе уже наработал? Минус? Ага Минус Ну, начало разговора Помни, что мы... Я, как человек, которому позвонили Поставил условия звонящему Что я буду продолжать разговор только в том случае, если ты... Это ваше субъективное мнение Блесни умом Чем отличается субъективное мнение от объективного? Ну вот просто Ты вот слышал красивое слово Блякнуло где-то А теперь просто хотя бы даже Я не претендую, чтобы ты цитировал словарь Просто Как ты это понимаешь? Субъективное мнение И объективное мнение А? Эх, нет Я это понимаю Долг закройте, сон Не-не-не-не-не-не-не Я вам скажу, как ты это понимаешь Да, потому что ты никогда Так как я долг никогда не закрою Так ты этого и никогда не поймешь И запомни Смешно выражаться словами, которые ты не понимаешь Смешно? Смешно Смешно Сто стороны очень весело это Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Потому что ты не удосужился, понимаешь? Ну-ка расскажите мне Да, человек, я тебе отвечу А вы удосужились? Человек, если попадает в какой Человек, вы удосужились? Да не перебивайте, попросил я сказать Я тебе пытаюсь рассказать Что-то тут еще Ты же уже вообще Существами так ведете диалог Ниже выгребной ямы А что-то пытаешься вылезти оттуда, бесполезно Это кто сказал? Скажите, пожалуйста Так а зачем это? Полстраны говорит Ну, слушай, ну если не так Нет, подождите Чем ты руководствовался Это когда ты пошел коллектором работать Что? Это творческое занятие Это работа, приносящая моральное удовлетворение Либо, может быть, ты хочешь сказать Что ты пользу людям приносишь какую-то Вот я сейчас стою у окочка, смотрю Вы адекватный человек Абсолютно Вы адекватный человек А как? Если вы на 100% адекватный человек Разве вы не понимаете, что на ваши эти вопросы Я же вам сказал Я не ухожу от вопросов Я на их Все на них отвечу Дам ответы Только после того, как вы Закройте свои долги перед кредитором Все Я же вам сказал Вот смотри У меня здесь стоит Под окном Вы там на ютуб выложите Да мне все равно, что у вас там под окном стоит Нет, у меня ни что стоит Вы обязаны выполнять свои обязательства Женщина Да мне все равно У нее образования не хватает Что-то другое делать Но она стоит Мне без разницы Да нет, ты послушай Мне без разницы Я понимаю, что они давным-давно все обязательства Я говорю Мне все равно Да потому что это вам всем коллега Жизнь такая Да мне все равно, что там у вас Понимаете? Да ладно Что там стоит под окном Не пытайся доминировать Все, что не получится Я просто хочу тебе сказать Я не собираюсь доминировать Я хочу, чтобы вы закрыли свой долг И все Хоти, хоти Хоти, хоти Понял Хоти Да, ты всю жизнь только и делаешь, что хочешь За свои 20 тысяч рублей ходишь Унижаешься на эту работу Гарнитуру на башку напялил И сидишь И знаешь, блядь, что Сейчас, если ты больше из первой трубки Тебе там сколько? 300 рублей пересчитают, да? И? 100 тысяч Ну нет, ну сколько вам платят за разговоры? 300 рублей? Ну я не знаю, предполагаю Откуда у вас такие глупые мысли в голове? О чем глупость цифры 300 рублей? Но я предполагаю, что больше вы не зарабатываете Потому что коллектор в среднем в месяц зарабатывает 20-25 тысяч рублей Ну, что, подковы гну Укаешь сидишь там Так вот я продолжу про дворника Человек без образования Уберет и занимается полезным делом Да, да, да Все равно Да я сейчас не про тебя И не для тебя Самое главное Не плевать Я говорю для тех людей Кто слушает мой канал И вот он стоит И убирает А приносит пользу людям А ты что делаешь? Слушай, я тебе порекомендую Никогда не заводить девушку Ну, в большинстве случаев Коллекторы педерасты Ну, так или иначе Если ты педераст, то вопрос, конечно А вы уже общались с ними, да? Ну, как весело Я лично общался У меня более 700 Проверяли? У меня более 700 роликов на канале выложено Конечно, общался 700 коллекторов? Ага Семьсот лично общались? Ну, проверяли, да? Да, 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 да Да ты не цепляйся за эти вещи, понимаешь? Это твой юмор вообще Так мне с вами нечем разговаривать Так вот слушай Мне с вами нечем разговаривать Мне жаль ваших подписчиков, что они вас слушают Очень жаль Очень жаль Нет, слушать я вас не буду И с вами разговаривать не хочу больше Ты ни в коем случае не заводи девушку Потому что твое гинекологическое древо Не должно вообще ветвиться Продолжать твой род Это преступление Слышишь меня? Алло Давай заплачу деньги А я не положу трубку первый Вот смотри, просто ложу И музыку слушаю у меня Наверное, вот будьте играть А я буду твой ролик сейчас скачивать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, не выдержала душа поэта Положил он трубку, понятно И сказал, наверное, сам себе Вот блин, ну и работка у меня действительно И почувствовал, скорее всего, себя героем Как ему приходится нелегко на его работе Всякие идиоты попадаются Вот попадались бы мне те, кто ничего не знает Ничего не понимает С кого можно спокойно стрясти денег Напугать А тут мало того, что он услышал Такой голос, вроде как Не совсем уверенный в себе Голос Герпеса Адольфовича Вот я заметил, да Многие спрашивают меня, подписчики Зачем вы кривляетесь? Знаете, ребят Здесь дело не в кривлянии Просто это такой психологический, что ли, трюк Я его давным-давно уже стал эксплуатировать Как вы понимаете Дело в том, что коллектор, слыша уверенный голос Сразу съезжает И начинается вот эта блюотина Типа неконструктивный диалог И все такое И не получается ролика прикольного Почему любят Герпеса Адольфовича Лаборанта? Потому что прикольные ролики получаются А почему они получаются? Да потому что коллекторы изначально думают Что все, попался хороший там неудачник по жизни Картавы, сейчас я на нем там заработаю И тут пошло, поехало Этот неудачник Картавы оказывается Совершенно другого формата человек И максимум, что его отличает от уверенного в себе Это только дикция, говор, да А коллекторы по скудоумию своему не сразу это понимают Не сразу втыкаются И вот пытаются изо всех сил Перетянуть одеяло, что ли, на себя Пытаются доминировать Пытаются навязать свою точку зрения Надеясь своей пустой головой Что вдруг человек по какой-то причине невероятной Сдастся А человек мало того, что не сдается Он еще и более и более Глубже затаптывает В эту вот Как я сказал В выгребную яму И в итоге Получается то, что получается Как вы видите Ну что Кому понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь Кто не подписался еще на наш канал В описании ролика Вся информация Интересующая вас По юридическому сопровождению Наших клиентов Ссылочка на группу ВКонтакте Вступайте в нашу группу Все ролики там дублируются На связи был Кузнецов Дмитрий Центр юридической защиты Компания АЛЯН Всего вам хорошего До свидания